Слегка реки Двардовского СССР направила ноту протеста правительству Финляндии по поводу артиллерийского обстрела, который по заявлению советской стороны был завершен с финляндской территорией. Ответственность за начало военных действий советской стороной была полностью возложена на Финляндию. Начало военных действий привело к тому, что 14 декабря 1939 года СССР как агрессор был исключен из Лиги наций. Война завершилась подписанием Московского мирного договора. В состав СССР перешло 11% в Финляндии, со вторым по величине городом Выборг. 430 тысяч финских жителей и финские власти принудительно переселились при фронтовых районах в группе страны. По мнению ряда историков, эта наступательная операция СССР против Финляндии относится ко Второй мировой войне. В советских и российских исторических источниках эта война рассматривается как отдельный двусторонний локальный конфликт, не являющийся частью Второй мировой войны, так же, как и необъявленная война на Халенголе. В 1917 году Финский Сенат объявил Финляндию независимым государством. В том же году Совет Народных Комиссаров РСФСР обратился во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет с предложением признать независимость Финляндской Республики. Ив Сыг постановил признать независимость Финляндии. В январе 1918 года началась гражданская война в Финляндии, в которой красным при поддержке Советской России противостояли белые, поддержанные войсками Германии и Швейцарии. Война закончилась в мае победой белых, хотя официальные межгосударственные отношения между Финляндией и СССР после Советско-финских войн в 1918-1922 годах не были дружественными или нейтральными. Однако и открыто враждебными тоже не были. Согласно заявлениям советской стороны, целью СССР было добиться военно путем того, чего не было сделать мирным. То есть, обеспечить безопасность Ленинграда, который находился в опасной близости от границы, и в случае начала войны, в которой Финляндия была готова предоставить свою территорию врагам СССР, в качестве плацдарма, Ленинград неминуемо был бы захвачив первые дни или даже часы. Нельзя ли было обойтись без войны? Мне кажется, что нельзя. Война была необходима, так как мирные переговоры с Финляндией не дали бы результатов. А безопасность Ленинграда надо было обеспечить. Ибо его безопасность есть безопасность нашего Отечества. Не только потому, что Ленинград представляет процент 30-35 оборонительной промышленности нашей страны, и стало быть от целостности и сохранности Ленинграда зависит судьба нашей страны, но и потому, что Ленинград есть вторая столица нашей Родины. Самыми успешными были действия советских войск в Заполярье. Когда они в ходе сражения, вышли к норвежской границе и лишили Финляндию выхода к Баренцеву морю. В взаимодействии с Северным флотом 14-я армия комдива Флорова уже 30 ноября смогла овладеть полуостровами Рыбачий и Средний, а 2 декабря и городом Печенга. К концу декабря стало ясно, что попытки продолжить наступление ни к чему не приведут. На фронте наступило относительно затишье. В течение всего января и начала февраля шло усиление войск, пополнение материальных спасов, перефермирование частей и соединений. Были созданы подразделения выжников, разработаны способы преодоления заминированной местности, заграждений, способы борьбы с оборонительными оружиями. Проведено обучение личного состава. Для штурма был создан Северо-Западный фронт, подкомандовая командарма 1-го ранга Тимошенко и члена военного совета Ленинградского военного округа Жданова. Для разрушения укреплений дивизиям 1-го эшелона были приданы группы артиллерии разрушения в составе от 1 до 6 дивизионов на главных направлениях. Всего в этих группах было 400 дивизионов, в которых было 81 орудие калибром 23, 234 и 280 мм. 1 февраля 1940 года Красная Армия, потянув подкрепление, возобновила наступление на Карельском перешейке по всей ширине фронта. Главный удар наносился в направлении Сумма. Также началась артподготовка. С этого дня ежедневно в течение нескольких дней войска с Северо-Западного фронта обрушивали на укрепление по 12 тысяч снарядов. Пять дивизий проводили частное наступление, а так не смогли добиться успеха. 6 февраля началось наступление на полосу Сумма. В последующие дни фронт наступления расширялся и на Запад, и на Восток. 19 февраля, после 10-дневной артподготовки, началось генеральное наступление Красной Армии. Основные силы были сосредоточены на Карельском перешейке. В этом наступлении, совестно с сухопутными частями Северо-Западного фронта, действовали корабли Балтийского флота и созданы в октябре 19-го Ладожской военной флотилии. История использования кавалерий в Зимней войне фактически мало освещена в научных исследованиях, и не совсем полна представленной в интернете. Основной задачей я вижу не тупое перечисление частей и соединений, а анализ оперативного использования кавалерий с обеих сторон. Начнем с того, что, судя по воспоминаниям участников Советско-финской войны 1939 года, прибытие кавалерийских частей Северного Кавказа на театр боевых действий вызвало неподдельное удивление солдаты офицеров. Всадники в Черкесках и Бурках встретились среди северных снегов и дремучих лесов, мягко говоря, негармонично. Условия местности никак не способствовали успешному действию кавалерийских подразделений, лишенных возможностей для маневра и лихой атаки в конном строю. Тем не менее, в планы советского командования, видимо, входило использование кавалерии в составе механизированных групп. Правда, сама эффективность создания таких групп была отмечена опытом ведения боевых действий и характером местности. Сильные холода, глубокое и встречное покрытие не давало действовать не только технике, но и лошадям. Так, к примеру, 25-я кавалерийская дивизия была поставлена на лыжи, но оружие с южных регионов стороны не могли показать должных результатов в лыжной подготовке и часто становились удобными мишенями для финских снайперов. Те кавалерийские части, которые не были спешены, с усехом применялись против диверсантов. Так, одно соединение с успехом атаковало в конном строю группу диверсантов, окружило и уничтожило это вражеское соединение. Анализируя использование кавалерии в советско-финской войне 1939 года, можно сказать, что условия ее использования оказались далеки от боевого устава РККА. Кавалерия не могла в силу климатических условий и характера деятельности являться вспомогательной ударной силой для механизированных частей. Ее пришлось либо спешить, либо использовать как тыловые части для занятия и выражать современным языком зачистки территории от противника, а также для борьбы с диверсантами, где кавалерия показала себя с положительной стороны. В заключение можно сказать, что кавалерия не сыграла существенной роли в советско-финской войне 1939 года и была уготована покрыть свои знамена невидаемой славой в следующей войне. В целом, подводя итог, можно сказать, что советско-финская война была действительно непопулярна и выявила все слабые стороны Красной Армии. Также ее неподготовность к участию в крупном конфликте, применение же кавалерийских соединений в войне, всего не оправдало. Ну и данная война направила советское руководство на подготовку войск к новым вызовам, в том числе и на перевооружении войск, а также на подготовку казачьих соединений, что и стало последующей основой казачьей славы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!